Hello, dear experts. My name is Aysena Егоrova. I am a 7th grade student of Yakutsk school number 6. The topic of the research work is Ulyukte, a vanky dry advancer. The research supervisor is Любовь Петровна Карякина. А я Инэн Ид Аяврил Гиркил. Добрый день, уважаемые эксперты. Меня зовут Егорова Айсена. Учусь в 7-м В-классе по национальности эвенкика. Тема нашей исследовательской работы – сушеное мясо по-эвенкистски, Ulyukte. Выбор данной темы обусловлен тем, что в настоящее время распространен вредный для здоровья тип быстрого питания – фастфуд. Мы считаем, что коренным народам, живущим в Якутии, необходимо вернуться к традиционному, сбалансированному питанию. Народы, проживающие на Крайнем Севере – это и якуты, эвенки, эвены и другие – на протяжении длительного исторического времени выработали свою уникальную систему сбалансированного питания с традициональным соотношением всех элементов, необходимых для правильного обмена веществ в организме. Мы считаем, что необходимо популяризировать среди населения полезные качества традиционной эвенкистской кухни. Например, в Красноярском крае изготавливают сушеное мясо по-эвенкистски, Ulyukte. Нам бы хотелось, чтобы и в нашей республике производили традиционный продукт эвенков. Актуальность темы определяется тем, что мы недостаточно знаем традиционные блюда наших предков и не включаем их в свой рецон. Получает широкое распространение вредное для здоровья европейская культура, быстрое питание. Ухудшается качество продуктов питания. Целью нашей работы является изучение и овладение технологией приготовления традиционного блюда жигантских овенков, Ulyukte. Практическая значимость работы заключается в том, что полученные результаты исследования могут стать основой для привлечения внимания населения и повышения заинтересованности в употреблении блюда традиционной кухни эвенков – сушеного мяса, Ulyukte. Чтобы узнать, как готовили наши предки сушеное мясо, мы пообщались с коренными жителями села Жиганск. Они рассказали нам, что суровый климат все же заставлял запасаться необходимым количеством мяса и рыбы в сушеном и вяленом виде. Лучшим блюдом эвенкистской кухни считалось мелко нарубленное сушеное мясо оленя. С целью изучения характера питания подростков мы провели анкетирование учащихся 7 класса, всего респондентов 13, возрастной состав 13-14 лет. Анализ итогов анкетирования показал, что 23% респондентов чувствуют себя абсолютно здоровыми, а 61% свое здоровье оценивают в целом хорошее. 54% подростков знают о вредности снеков – это чипсы, сухарики и гренки, а 46% не знают, какой вред наносит организму эта еда. 54% учащихся информацию о здоровом питании получают в семье, а по 23% – в школе и в СМИ. Из полученной информации мы постарались оставить технологическую карту приготовления сушеного мяса в домашних условиях. Существует два способа приготовления сушеного мяса – традиционный и современный. Мы в домашних условиях приготовили сушеное мясо, используя всего лишь обычную духовку. На весь процесс ушло примерно 22 часа. Из одного килограмма оленины в итоге получилось около 200 грамм сушеного мяса. Мы провели дегустацию готового продукта среди родственников. Традиционная еда современного способа понравилась всем участникам дегустации. Таким образом, каждый желающий жить полноценной, здоровой жизнью может приготовить это вкусное блюдо у себя дома. Сушеное мясо можно подать с разными приправами и соусами, включить в рацион питания взрослых и детей. Для придания привлекательности блюда можно упаковать, красиво оформить. Тогда это блюдо понравится детям, и они будут есть его вместо готовых чипсов и сухариков. Спасибо за внимание! Продолжение следует...